Работа местных и региональных властей Наша задача напомнить мировым правительствам, что им будет сложно выполнить принятые на себя обязательства по снижению выброса парниковых газов без работы с местными властями. Битву против глобального изменения климата можно выиграть лишь на региональном уровне. Мы требуем от правительства выделения дополнительных ресурсов, финансирования, особенно для южных территорий. Так что этот саммит не только ставит задачи, но и предлагает решения. Среди участников саммита представители американского штата Калифорния, который сам по себе является седьмой экономикой мира. До 2030 года Калифорния должна сократить выбросы СО2 на 40%. Мефьюр Андреевс представляет экологов штата. Работа по развитию экотехнологий и программ защиты окружающей среды привлекает в наш штат инвесторов. Каждый год они вкладывают в эти области более 5 миллиардов долларов. Одна лишь индустрия производства солнечной энергии дала Калифорнии 65 тысяч рабочих мест. Так что постепенно меняется сама основа нашей экономики, а переход на экологически чистые технологии начинает ассоциироваться с экономическим ростом. В заключительном комменнике участники саммита призывают страны инвестировать в чистые технологии, говорит глава секретариата ООНовской конвенции об изменении кримата Кристина Фигерас. На федеральных властях, но также на региональных и местных администрациях, лежит большая ответственность по созданию нормативной базы, которая должна поддержать частный сектор, стимулировать инвестиции в инфраструктуру, и это касается не только энергетики, но также и транспорта, и строительства жилых и деловых кварталов. Это будет принципиально новая инфраструктура, ничем не похожая на то, что была создана в прошлом веке. С социальной точки зрения важно, чтобы новая экономика была направлена на создание рабочих мест, а общество было бы подготовлено к новым условиям жизни и работы. Об этом говорит генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шерон Барроу. Позиции профсоюза все просто. Мы так и говорим. На мертвой планете никаких рабочих мест не будет. Мы уже наблюдаем глобальное сокращение занятости населения, и потому для нас особенно важна занятость в зеленых технологиях, в промышленности нового поколения, которая позволит очистить наш мир от углекислого газа. Сегодня нулевой уровень выброса — это уже не опция, а императив. Адаптироваться к новым условиям экономики всегда было большой проблемой для богатых, говорит глава сети производителей сельхозпродукции в Западной Африке Мамадо Сесахо. Должны измениться модели поведения и мышления. Нам уже недостаточно приспосабливаться, притворяясь, что мы что-то изменили к лучшему. Без адаптации нет будущего, ведь мы способны лишь исчерпать ресурсы, но не создать их заново. Решения Лионской конференции теперь лягут в основу дискуссий в ходе 21-й конференции ООН по борьбе с изменением климата, которая пройдет в декабре этого года в Париже. Главная цель — глобальное потепление на Земле не должно превысить 2 градуса по Цельсию. Редактор субтитров А.Семкин